всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия сегодня предлагаю связать вот такую шапку вязать будем на 2 фантурной машине промышленной резинкой 2 на 2 через 1 я покажу как набирается резинка и для начала нам конечно же нужно связать образец для того чтобы сделать расчет вязать я буду из пряжи пух норки я перемотала себе вот два моточка они у меня уже готовы к работе сразу скажу вот с такой этикеткой норку не берите мне она не понравилась по качеству но раз уже она у меня есть я из нее свяжу сейчас и еще одну шапку эту шапку у меня забрал муж вот я себе сейчас свяжу вторую такую шапку я делаю подворот немножко поменьше для себя у меня где-то 7 8 сантиметров уходит на подворот и 25 сантиметров я вижу саму шапку у меня получится шапка вот с такой вот макушкой тыковкой да а муж подворачивает поглубже и получается вот такая вот шапка то есть размеры по высоте и в этой шапке и в той которую я буду вязать для себя у меня будут одинаковые так как нам с вами сделать расчеты естественно мы вяжем с вами образец стираем его сушим и уже на готовом высушенном образце производим расчеты считать будем пары вот этих вот дорожек лицевых и изнаночных петель то есть одна пара это вот эти две дорожки так лицевые и изнаночные растягиваем достаточно хорошо то сделайте это все на столе чтобы вам было удобно я так показываю на весу чтоб вам было видно и так соединяем 0 с началом первой дорожки лицевых петель и отсчитываем например в десяти сантиметрах вот у меня раз два три 4 5 6 7 7 дорожек вот 7 дорожек я разделю на 10 сантиметров и умножу на свою окружность вязания то есть это на 56 столько пар иголок вы должны будете выдвинуть на машине мужская шапка у меня связано на 40 дорожек свое я буду вязать на 35 и так выдвигаем на игольницы столько пар иглю игл сколько у вас получилось по расчетам у меня 35 чтобы выдвинуть я выдвигаю 51 52 иглу с этой стороны и линейкой отбираю иглы 2 через один с этой стороны у меня также должна быть 51 52 игла вы там по своим расчетам выдвинете самостояние самостоятельно то количество которое получается должно получится у вас и так на задней гонится у нас иглы выдвинуты переходим к передней так у моей машины положение h и сдвиг пять с половиной теперь находим подбираем иглу которая будет у нас между вот этими двумя иглами крайними все это будет у нас кромочная петля далее через одну добавляем 2 иглы и уже вот отсюда выдвигаем все остальные иглы и смотрите вот с этой стороны нам с вами нужно выдвинуть иглы так чтобы крайняя игла была на задней игольнице то есть я здесь выдвигаю иглы и смотрю где у меня заканчивается вот эта пара то есть вот эти две не уже лишние вот а вот эти две крайние пары иголки расположены в шахматном порядке и крайняя игла у нас находится на задней игольнице все игла отобраны теперь настраиваем каретки регулятор плотности устанавливаем на 0 здесь рычаги опущены на plane то есть вяжутся все иглы в любую сторону здесь у нас все на нолях стоит то есть у кого тойота можете за мной настраивать у кого другая машина делайте настройки по своей инструкции на этой каретке рычаг плотности точно также устанавливаю на 0 и здесь у меня включен рычаг на plane все начинаем вязать нить заправлена в каретку проводим первый ряд набор сделан теперь мы берем оттяжную гребенку заводим ее и вставляем прутик который фиксирует на нашем вязание оттяжную гребенку так навешиваем грудь так на этой каретке переключаю один рычаг в верхнее положение а на главной каретке перевожу вот этот вот рычаг с plane на стрелку то есть у нас теперь каретка будет вязать в одну сторону вторая каретка будет вязать в другую сторону теперь нужно провязать один круговой ряд проводим каретками в одну сторону и в другую снова настраиваем каретки этот рычаг опускаем вниз здесь рычаг переводим снова в положение plane и добавляем плотность вязания я буду вязать на 8 плотности поэтому я сразу же переключу где-то на третью плотность и здесь точно также теперь поворачиваю рукоятку сдвига игольницы на один шаг влево берем трансферную иглу и переносим вот эту вот петлю которая у нас на крайней иголке вот здесь находится на верхнюю игольницу иглу убираем заднее нерабочее положение и навешиваем ее на крайнюю иголочку все подготовку мы выполнили в этот момент я обнуляю счетчик рядов и отсюда начинаю отсчет провязываем первый ряд дальше основу перевожу рычаг плотности вязания еще на пару единиц сейчас ставлю на пятерки вяжем второй ряд еще на пару единиц прибавляю то есть сейчас я поставлю семерку вяжу третий ряд и выхожу на рабочую плотность ставлю восьмерку все теперь мы вяжем высоту от ворота и потом высоту шапки по своей плотности вязания вы посчитаете сколько у вас рядов я по своим расчетам провяжу 30 рядов для подворота и 94 ряда уже саму высоту шапки по мере того как шапка у нас начнет расти на крайние петли можно повешать вот такие вот семерочки чтобы крайние петли не слетали так смотрите подворот у меня будет 30 рядов 25 я провязала сейчас я на единичку убавлю плотность вязания поставлю семерочку и провяжу пять рядов на семерке теперь для того чтобы подворот у нас всегда оставался на месте сделаем одну маленькую хитрость и я здесь просто увеличу плотность вязания и у меня в этом месте будет хорошо сгибаться и будет держаться подворот еще можно сделать такую хитрость отключаем ручки на нижней каретке чтобы у нас эта каретка не вязала и вяжем верхней главной кареткой два ряда туда и обратно тогда загиб тоже хорошо будет держаться так я их убираю мне это не надо я сделаю просто на на пару на пару единиц больше плотность вязания то есть поставлю на девятку здесь так провязываю один ряд на девятки снова устанавливаю седьмую плотность это для того чтобы вот здесь там где у нас будет сгиб шапка была по плотнее ставлю семерки на одной другой каретки провязываю 5 рядов и перехожу уже на рабочую плотность устанавливаю восьмерочки и продолжаю вязать шапку до девяносто четвертого ряда и до забыла сказать после того как мы провязали ряд на больше на большей плотности да я вязала на девяточки счетчик сбрасываем на 0 то есть сейчас вот у меня в данном случае 10 рядов провязана не ленитесь через каждые 20-25 рядов переставляйте семерочки чтобы у вас и слетели крайние петельки так 94 ряда провязана теперь что мы должны сделать из двух петель сделать одну то есть мы снимаем с одной иголочки петлю переносим ее на вторую делаем вот такие убавки перевешиваем петлю с одной иглы на вторую вместо двух оставляем одну и на второй игольницы проделываем ту же самую операцию с одной иглы снимаем перевешиваем петлю на вторую иглу итак все петли перенесли иглы когда будете переносить сразу вытаскиваете вот так вот переднее нерабочее положение а те иглы которые освободились проверьте чтобы они у вас стояли в заднем нерабочем положении чтобы они не провязали сейчас они нам не нужны а вот эти иглы когда выдвинуты машине будет легче их провязывать и так плотность я убираю на пару единиц меньше ставлю то есть у меня была восьмерка ставлю шестерку провязываю один ряд и еще убираю плотность прям на четверку и провязываю еще один ряд все шапку мы связали сейчас остается собрать вот эти вот петли на нить и чтобы стянуть макушку для этого я отматываю немного нити чтоб не хватило сшить шапку вытаскиваю нить из каретки заправляю ниточку в трансферную иглу и смотрите что мы сейчас будем делать вот у нас последняя петля из нее выходит ниточка убираю иглу и петельку провязываю все следующую петлю она у нас на этой игольница на передней точно также вывожу иглу из работы и провязываю эту петлю снова на задней игольницы провязываем петлю и вот так таким образом собираем все петельки на рабочую нить здесь смотрите внимательно когда вы почувствуете что у вас уже оттягивается вязание вниз убирайте грузы чтобы они у вас не не тянули работу вашу все буквально прошло полчаса у меня шапка готова с учетом того что я еще вам тут все объясняла теперь я снимаю трансферную иглу беру иглу для сшивания трикотажных изделий и дальше уже буду работать этой иглой чтобы нам не мешала гребенка мы достаем против из нее снимаем вязание с гребенки такой вот край получился все плотненько здесь красивенько и нам осталось стянуть макушку все что мы собрали на нить так вот подтягиваем хорошенько все расправляем по тоже каждую петельку здесь расправляем и начиная вот с этой стороны где у нас откуда мы начинали да так скажем сначала ряда подхватываем вот эти вот все петли в которую мы сейчас заводили иголку и прошиваем это место еще раз аккуратно если у вас ниточка тонкая не провести ее это место можно усиливать какой-нибудь дополнительной нитью то здесь вдеваете в иголку еще какую-нибудь нить крепкую чтобы усилить рабочую ниточку и не порвать все его так вот проходим еще раз по кругу стягиваем окошечку и дальше сшиваем вот этот вот все сшили макушечку смотрите какая красивая тыковка получается и теперь будем сшивать вот это место то есть смотрите вы наверно заметили что мы оставляли на задней игольнице крайние по 2 крайние петли с одной стороны и с другой стороны для того чтобы у нас вот здесь вот получился край из двух лицевых петель то есть это одна лицевая и 1 кромочная вот здесь с этой стороны у нас точно также и сейчас мы будем сшивать вот за это место вот где лицевая петля ведь проходит мы вот здесь вот за ней будем цепляться за перетяжку оставляя кромочную петлю внутри вот эту перетяжку будем сшивать и в итоге у нас с одной стороны вот одна лицевая петля с другой лицевая петля и получится вот такая дорожка из двух петель и шва не будет видно совершенно то есть вот здесь сейчас находим вот эти вот перетяжки то есть мы оставляем одну лицевую петлю здесь неудобно конечно в самом самой макушке дальше уже будет все понятно и просто когда вот отсюда мы уйдем где тут много всяких складок смотрите вот прямо где у нас выходит ниточка в это же место мы заходим и вот так вот одеваем оттуда перетяжку все стежок сделали здесь но вот выходит ниточка я захожу в это же место вот она перетяжка все вот за эти перетяжки сшиваем и вот смотрите что у нас получается видите совершенно вот эта дорожка не отличается от тех которые без шва продолжаем так вот шить можно смотрите несколько стежков сделать не сильно их затягивать чтобы видно было откуда у вас выходит ниточка вот видите да и потом раз подтягиваете мешочек у вас сошелся ровненько все доходим до того места где у нас начнется отворот шапки переходим на другую сторону то есть шьем и по лицевой стороне заметили до выворачиваем шапку и с этой стороны примерно на сантиметр выше от места сгиба делаем шовчик на другой стороне чтобы у нас шевчики все были с изнанки